Сегодня 11 февраля 2015 года. Мы находимся в поселке Риткотуб. Сейчас ополченец вызывал со сна. Расскажет вам о ситуации, которая здесь проходила буквально 4 дня назад. Здесь находились передовые позиции УКРОВ. Тут были их расположения, тут была станция заправки техники. Также у них стояла здесь бронетехника и есть капониры, которые я чуть позже вам покажу. Основные бои проходили как раз в своенном направлении. Там дальше находится сам поселок, станция. Были уже сученые бои на протяжении двух с половиной недель. Селами 2-го мотоцелкового батальона, 7-й академии стрелковой бригады армии ДНР, мы сдерживали здесь выход из кольца. Там дальше был пост и непосредственно здесь находилась общая часть людей. Это 128-я горный пехотная, ее остатки, 25-й батальон Киевская Русь. И по импанатам нет, нет других зеркалов, которые вышли выше иностранных наемников. У них не было дороги, чтобы выйти на камеру. Единственный пехотный выход был из этого района, из этого контакта, скажем так, на первую очередь, на 2 недели мы потеряли 130 человек. То есть это поле, на первую очередь, на первую очередь, на первую очередь. По потерям у военнослужащих Украины приблизительно где-то около 200 человек. Большую часть они, конечно, вывезли. Остальных, часть мы захоронили, часть до сих пор валяется. Насколько я знаю, часть до сих пор еще здесь, да? Да, часть находится в поле и непосредственно где-то по подвалам, в почках и так далее. То есть они их даже не забирают? Да, они их даже не забирают. Также было уничтожено за 2 недели около 7 танков, 10 ПМП, 4 НТЛБ и БРД Мактришники. Это то, что СССР, не считаем уже Уралов и прочей ледной, белой технике, чтобы в Новом Киеве ездят. Сдержали прорыв из Чернухина, 6 прорывов. Сдержали колокольчик, дали сын, сюда, отдали УБК, передание, поправление и дали откинуть его на камень, и сейчас здесь мы слышали, что там не должны проходить бои, то есть часть камень где наша, часть на данный момент находится. Ну, сейчас, в данный момент слышно, не знаю, в камеру слышно или нет, работают грады. Техника украинская, украинских вооруженных сил. Вот Урал разбитый, вот здесь танк. Непосредственно, один из, даже так, бункеров я его, конечно, назову, но весьма хорошим укрупленным дзотом, то есть где они прятались в случае арт-ударов, как таковых. Дзот очень прикрепленный, то есть по 4 момента слоев скатки, дерево, бетон, иногда используют даже шпаны. Плюс сверху, как вы видите, накидано куча мусора, пустых ящиков с песком, что еще, как бы, придает определенное укрепление. Здесь было их расположение, мы тут более-менее что-то повыкидывали. Барахло, да? Да, барахло. Бросали все на салат. Вплоть до сотовых телефонов личных, каких-то вещей, не забрали ничего. Была даже найдена канолевая нулевая форма. Причем натовская, с шевронами Германии и Великобритании маршитые. То есть, ну, скорее всего, гуманитарка, хотя, судя по... Пойдет, я вам сейчас покажу один ящик. Как можно видеть надпись, поставщик управления вещей и торговли Министерством национальной обороны Социалистической Республики Румыния, Бухарест. То же самое и нижний ящик. Английский, да. Да, жилеты английские. Вот, вы можете видеть, это приблизительная толщина, которая у них идет. Но есть еще и более укрепленные. Тут, если, я как понимаю, жила какая-то, скорее всего, была располага обычных солдат, то следующая располага, скорее всего, была офицерская. Потому что там и укрепления получше. Что это дело? На этой части половине деревни находились наши. Продолжение, это вторая часть половины деревни распроизделенная станция. Вот они, которые находились в том, что они в технике смогли прорваться на нашу часть. Как вы видите, в общем, фактически расстреливали дома, где находились после товарищей. В МП было две штуки. После чего заходили танки, в тех, кто осталось, еще хранили прямо в подвалах, в домах. То есть танк заезжал топовцом, протоколят, складывал, крутился на месте и уезжал. Пацаны, к сожалению, в подвале там многие погибли под завалами. Наши ребята. Да, наши ребята. Существу нашего подкрепления сумели их выбить. И в этот же Микванов минут через 20 полностью колонна, кинулся на свою позицию, ушел в направление к Каменьке. После чего река Дубка был полностью встал в нашу территорию. И мы зажали наших ВСУшников на территорию. Как мы слышим, параллельно с репортажем обстрелы не прекращаются. Воспром с тихом. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...